Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. Вместе с вами сегодня я хотел бы прикоснуться к такой тени, как изучение или использование. И, конечно, эти два слова разные, имеют разное значение. И, прежде всего, давайте просто представим, что в семье родители дают возможность ребенку или нескольким детей изучать музыку, живопись. Спорт, изучать иностранные языки. И все это потом в жизни не пригодилось. Можно такое представить? Конечно. Взрослые люди получают не только одно, два, три, а иногда четыре высших образования, очных, заочных, но работают в совсем другом направлении. И то, что они изучали, то, на что было потрачено время, усилие, старание, оно не пригодилось и не нужно. И есть понятие заблуждений, а есть понятие необходимостей. И это тоже разные вещи. Не все люди верующие, не все знают о том, что прежде чем ребенка отдать на музыку, необходимо помолиться и получить вразумление от Бога, нужно ли это делать. То же самое с рисованием, плаванием, изучением иностранного языка. И даже тот язык, который должен изучать или нужно изучать ребенку, и то надо спрашивать у Бога, чтобы получать от него ответ. Но есть люди, их очень много, большинство, которые этого не делают. Они не знают Бога, они не знают, как работает духовный мир. И поэтому изучение для них становится как пробой. А давай попробуем это. Не понравится ничего, давай на другое пойдем попробуем. И это блуждание, и это похоже на то, что родители дают возможность ребенку заходить в пещеру без света, огня, воды, веревки, и где ребенок может просто заблудиться. И потратить на спасение ребенка, затем еще много нервов и усилий. И это происходит. И не только плавание, но и любой другой фитнес направление деятельности человека, оно подразумевает не только и не столько изучение, сколько использование в течение всей своей жизни этих навыков. Давайте представим человека, который получил права для вождения автомобиля, но ему это не нужно. Он использует машину чужого человека, то есть водитель привозит его такси или общественный транспорт, но до своего транспорта, до использования этих прав, так дело в него и не доходит. И, к сожалению, это много направлений имеет жизнедеятельности человека, и не только физической, но и духовной. И люди стремятся к вере, стремятся, может быть, к Богу, иногда разными путями, разными направлениями, узнавая Бога как Личность. Но, как сказал апостол Яков, вера без дел мертва. А Бог хочет, чтобы человек возрастал в вере, использовал свою веру не только во благо самого себя, своих близких, своей семьи нет, но и во славу Божью. И это тоже очень важно. И есть разные направления жизнедеятельности человека, когда люди пребывают годами не на своем месте. И они изучают, и они стараются, и они работают. Но до использования и применения этих знаний, навыков и умений так дело и не доходят. Изучение или использование, порассуждайте вы на эту тему, а я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.